Чувашия 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 Какие страны, территории или61 страны проживают И приходим. В данный момент на нашей планете проживает 43 тюркских народа. То есть это уже огромное пространство включает. И начнем с того, что тюрки населяют все шесть континентов, и всего в мире около 250 миллионов тюрк. Нет, 300 это говорят приблизительно, а точное число это 250 миллионов. И большая часть из них живет в Турции, а потом в Иране, Вазмачане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и других тюркских регионах в составе других государств. Например, может послужить, например, российская литерация, которым имеются такие субъекты, как Татарстан, Башкортостан и другие. Которые являются тюркскими образованиями. И еще более 45 миллионов проживает и других стран, включая Иран, Россию, Афганистан, Таджкистан. И еще 7 миллионов, от 7 до 10 миллионов приблизительно проживает в Европейском Союзе. То есть имеет такой большой арен по всему миру. И общее количество, как уже отметил, 250 миллионов составляет. И в основном в 10 веке почти все тюрки приняли ислам. Но все же есть исключения из этого. Например, Гагаузы, Хакасы, Чуваши исповедуют православие. А другие тюркские народы, например, скажем, Салары, исповедуют буддизм. Ну и еще, а Россия, татувинцы. Но несмотря на эти религиозные различия, эти народы имеют общую связь, которая привитается вековыми связями. То есть она может прослеживаться в менталитете, психологии, культуре, там, других исторических связях. Даже если так посмотреть на практике, языки тюркских народов, например, татаров, азовичанцев, еще далеких якутов, очень схожие. И также чувашими. То есть азовичанский язык и чувашский язык тоже имеют схожие моменты, схожие слова. То есть эти связи уже сохранились в этих словах. И третий слайд, пожалуйста. В плане государственности, в нашей современности, у тюркских народов есть шесть независимых государств, куда мы можем перечислить Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Тургменистан, Турцию. И частично полу-независимую турецкую республику Северная Кипра. А также имеются автономные республики со стороны других государств, куда мы можем перечислить Пашкортостан, Кагарузию, Тагестан, Кабаратино-Балкарию, Кагал-Багдагстан, составе Узбекистана. Также Чувашию, Саха, которая называется еще Якутия. Татарстан, Туву, Восточный Туркестан. И, наконец, такие автономные области, как Алтай, Хакасия и Карачаево-Черкесия. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что в составе других государств тоже имеются тюркские образования, которые являются субъектами, не государственными образованиями. И это говорит о богатой культурной истории распространенности тюркских народов, об их узах, связях. И, наконец, следующий слайд, пожалуйста. И наша современность создана такая организация, как Организация Тюркских Государств. Это является историко-культурной тюркской организацией на основе политической, экономической и военной консервидации тюркских народов. Но Россия тоже пытается вступить в этот союз, делать в составе России такие попытки. Так как в составе России имеются множество тюркских субъектов, тюркских народов, которые проживают. И общая их численность составляет от 25 до 30 миллионов. И в основном, в последние годы уже ведутся направления для культурного обвинения тюркских народов. То есть, движение защиты их родных языков, традиций, ну, посредством истории и культуры. То есть, здесь никакой политики не подслеживается. И в 92-м году так случилось, что в Англии прошел первый саммит. И в 9-м году уже на основе Нахчеванского соглашения был создан Тюркский Совет. А в дальнейшем, то есть в 21-м году, в ноябре, она была применена в организации Тюркских государств. И в основном, с помощью организации Тюркских государств ведется работа в деле объединения тюркских народов в историко-культурном направлении, в спектре. И она является также зоночной структурой для парламентской ассамблеи Тюркских государств, Тюркба, которая называется. И международная организация Тюркской культуры Тюркцой. И международная Тюркская академия, Тюркского делового совета и других организаций подобного типа. Ну, основной стиль деятельности Тюркского Совета, то есть Организация Тюркских государств, является сохранение традиций всех тюркских народов, независимо от их населения, независимо, в каком государстве они проживают. И на этом мы переходим к следующему слайду, то есть означало чуварской связи и отношения, античность и современность. И это Денис, который будет выступать. АПЛОДИСМЕНТЫ Истории, культуре, обычаих, традициях наших народов. Следующий слайд у нас посвящен субарскому компоненту петнакидзия азербайджанских чубарских народов. И в нем участвуют конкретно племена субарей, по-разному именуются Савиры, Савиры, Сувары. Вот в третьем тысячелетии до нашей эры, в третьем-втором тысячелетии до нашей эры, в дальнейшем озере Урмия проживали субарей. Они приняли участие в формировании не только азербайджанского, но и многих других тюркских народов. Субарей проживали в Междуречии, Тигра и Ефрата. Позднее пришедшие на эти территории семиты объединились вокруг аккадского народа, города-государства и добились его могущества. Позднее субареи подверглись нападениям аккадзов, куритов и сами асуров, предстоящего разделились на западную, среднюю и восточную веки. Большая часть поселившихся в долине озера Урмия субареев направилась в Сибирь, в Туркестан. Название Сибири также связано с субареями. Оставшиеся в средней части племена субареев поселились в средней части между речи Тигра и Ефрата, на западе озера Ван, между нынешними Битлисом и Диар-Бакарем. Таким образом, нам становится ясно, что компонент Субар, Субареи и Сабир, Субар, участвовали в Эдмагезе не только азербайджанских тюрк, но и булгар-чувашев и других тюркских народов. Это подтверждает глубинную связь древних узами между Азербайджаном и чувашскими народами, то есть нами, тюрками. Прародители нашего народа, чувашского, побывали на землях Азербайджана. Вот. Историк Дмитриев, исходя из открытия Клардия Птоломея об обитании на каркасах групп Саваров со второй половины II века, указывает, что и предки Чувашей очутились там во II-III веках. В целом, на сегодня идентификация Птоломеевских савиров в положении суварами не подлежит сомнению. Именно с этого времени начинают появляться на Кавказе на топонимы с основой сувара. Например, пеля сувар на территории современного Азербайджана. Энслабические слова в топонимке Азербайджан рассчитывают, что названный топоним означает пустыня, степь, равнина, сувар. Можно предположить, что позднее данный напоним дал название севу и городу Илья-Сувар. Топонимы с компонентом сувар в основном зафиксированы в Южном Азербайджане. Исследователи считают, что какие-то следы живших в этих местах сувар. И я хотел бы поприветствовать Олега Михайловича Степренкова и попросить его лично рассказать нам, как обстояла поездка в этот замечательный город Белесувар в 2015 году. Хорошо. Давда Бусь, спасибо. Да, в 1992 году нам посчастливилось вместе с присутствующим Илья Артеновичем Ивановым, а также с другими, участвовать в организации Международного объединения кюргской молодежи. Слава Дима Фея в то время занимался. Мы в то время дружили с Башкирской Союзом Башкирской молодежи, с Союзом Татарской молодежи, Азаплык. Вот идея возникла создать как бы общую организацию, включающую молодежь. Башкирскую, Татарскую и Чумашскую. Когда мы уже начали конкретно этим заниматься, решили, а почему только их, а почему нельзя всю тюрскую молодежь объединить. И вот уже в 1992 году в Казани прошел такой большой гурл-тай, куда пришли представители всех тюркских народов молодежи, в том числе Азербайджана, с Турции. И в Турции мы посчитали, что нашим как бы ближайшим идейным союзником является такая солидная организация как Турка Чаклары. А также очень много чувашскому народу и республику выделял фонд Пакэф, это восприли Мазара Туран-Язган, который неоднократно приезжал в Чувашскую республику. И вот уже в рамках вот этого международного миниатюрской молодежи мы имели своих соратников, друзей практически в каждом тюрском государстве и в том регионе, где проживали тюрские народы. А в 89-м года еще мы проводили это Союз Чувашской Молодежи Сувар, я тогда его назвал Сувар, я правда тогда не предполагал, что когда-нибудь возникнет фонд Сувар, который будет говорить, что мы не Чуваши, мы Сувары, а Чуваши это не очень-то хорошо, знал бы, я не дал бы такое имя, но в то время это был 92-й год в Союз Чувашской Молодежи Сувар, и мы чем привлечь молодежи к нашей истории, что может вдохновлять нашу Чувашскую Молодежь, естественно, наши корни, наши истории. Вот мы 89-го года ежегодно 30 лет подряд мы проводили полу вечество творческой интеллигенции молодежи по историческим местам Чувашского народа и Морской Болгарии. Были во многих местах в России, в Ашкорстане, не буду, и вот уже стали искать, а почему только здесь по Волже, давайте и на Алтай выйдем. на Алтае мы были два раза поставили столб, памятный Чувашский столб, и так как мы выходили из Кавказа, я долго искал город Сувар в Дагестане, думал, что это Дагестане, и вот мы в Дагестане выезжали два раза на автобусах, мы в палатках выезжаем, котлы, договариваемся с нашими друзьями по телефону практически и решаем вопросы. В Дагестане тоже мы не смогли найти врача, нашли Семендерли, Тамахачкала, Мунет, Сувара, мы в двух местах поставили столбы памятные. Вот как-то готовясь к следующему, к следующей поездке через Иреб, я стал смотреть на карту Азербайджана, вдруг в Азербайджане это, я знал, что в Армении тоже есть топонимико связанных с Суварами. И гляжу, город Сабир стоит на карте. Ура! закричал, вот же, вот Сабир, звоню друзьям, Экрема Абдулаева, Эль-Шатва Абдулаева, говорю, Эль-Шат, Экрем, держитесь, следующем году едем к вам. Мы нашли наконец-то город Сувар, который на Кавказе. Они, хитрецы, промолчали, сказали, да-да-да, конечно-конечно, приезжай. Мы опять приехали, а что значит до Азербайджана на автобусе? Это довольно-таки непростое испытание для паломников. Не зря мы, кто участвует в этом паломничестве, вот как мусульмане совершают, выполняют свои святые долги, это совершает хадж и получают звание хаджи. Мы, кто участвует на этом чувашском хадже, опираясь на опыт наших татарских друзей, башкирских, мы тоже решили дать название. И каждый участник этого хаджи получает звание чумдаш. Мы пересекли границу Дагестан, Дагестан, Азербайджан, это отдельная история каждая, значит, когда всю ночь до утра переходишь этой границы, довольно-таки интересно. Когда мы приехали в Азербайджан, уже давай-давай быстрее, этот город быстрее-быстрее, хочется прийти, вот где наши воды. Они говорят, Олимпия, извините, этот город носит название в честь Азербайджанского народного поэта Сабира, а название города другое. Йо-о-о, капалки. Я говорю, ну как же так, почему не сказали, мы столько преодолели, ты, говорит, не переживай, есть, говорит, город, Беля-Сувар называется. Я говорю, да нету такого города, я смотрел весь Азербайджан картон. Есть, есть, он, говорит, до этого назывался Еремонтов. Пушкин, 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 извините, Пушкин назывался город. И у нас на всех картах, он назывался Пушкин, поэтому наши исследователи и из гуманитарных наук, научно-институт, и в книге Николаева, во многом, нигде нету этого города. Смотрели, наверное, видимо, как я, примерно. Пушкин, Пушкин никак не связан. И такой же, значит, я говорю, ура, едем туда быстрее. Вот, все это, мы поездку начали, мы писали письмо на имя президента Азербайджана, Михаила Алиева, на месте нас, вот, Экрем Абдуллай, в то время, штаб-квартира международного объединения тюркской молодежи, находился в Баку, и как бы флаг всего молодежного тюркского движения был у наших азербайджанских друзей. Они нас сопровождали. Но нас встретил не глава города Беласуар, очень красивый, аккуратный, двадцатитысячный, по-моему, такой городок, чистота, ну, как Чабасар, чистый город. Значит, заходим, значит, нас принимает глава, значит, в отпуске, его заместитель. Мы разговаривали с ним, он меня смотрит, смотрит, говорит, Олег, ты меня не узнал, что ли? Я в шоке. Куда, как я, находится, где это Беласуар, где мы могли встретиться? Оказывается, будучи молодыми, ответственными тоже, как и были комсомольскими работниками, первыми секретарями сельских райкомов, и на базе Олимпийц в Москве проводили семинар для первых секретарей сельских райкомов и комсомола. Он тоже тогда был первым секретарем какой-то секретарей, видимо, может, там же и я. И вот мы там, оказывается, погружились, мы даже с ним, как он рассказывал, и чай пили в рюмках, да? Ну вот, он меня запомнил. Вот я был поражен, надевлен, обрадован, я говорю, вот такая у нас просьба, мы, спасибо, что приняли, развестили, но мы и здесь ставим памятные чувашские столбы, чтобы люди приходили, знали, вот тут когда-то жили предки чувашей. Нет, я говорю, не против, нет, нет, я говорю, где бы нам поставить, я думал, где-то за городом, где-то в холмах, а мы, говорит, поставим в центре города рядом с памятником Гильдара Алиева. И вот тут была фотография, там вот, по-моему, крайний, вот как раз этот столб на центре города, на площади Гильдара Алиева, там рядом памятник Гильдара Алиева, мы поставили чувашский столб, памятный столб. Ну что я могу сказать, нас как бы на руках носили, везде принимали очень хорошо, у нас было 45 человек, в том числе были танцевальные коллективы, детские, мы ставили концерты. Значит, этот день был какой-то праздник, мы участвовали, нас включали программу праздника. Нас всячески, значит, старались показать Баку, значит, Аллею, вот, первая вот молодая пара, женись невестой, которые погибли, когда танки вышли в Баку. Для многих из нас, это было откровением. Многие из нас не знали об этом. Еще до этого я был в Азербайджане и в 2000 году посетил, меня пригласили, я был с камерой, заснял лагерь беженцев на горном Карабахе. И тоже, только там я узнал, что, оказывается, во время армянской армянской агрессии были захвачены не только территории автономии на горном, но также 7 еще числе азербайджанских районов. Это тоже было удовлетворено для меня новостью. Вот когда выезжаешь, очень многие вещи узнаешь, о которых невозможно иногда узнать из газет, журналов, а вот когда с людьми разговариваешь, там уже многое выявляется. И вот подходили азербайджанцы к нам подходит для руководителей и спрашивали, можно ли у вас знакомься с этой девушкой? Вот такая удивительная корректность просто так не подойдет девушке, сперва руководителю и спросит меня. Я говорю, я не против. Смотрите, как она сама. Потом я помню, у нас на пивзавод тоже интересный случай в Повезне экскурсию показывают. у нас пивом угощают, а наших для детей им отдали эти бутылки всякими напитками газированными. Потом я гляжу, эти девочки выпили все и наполняют пивом. Я думаю, что подумаю, я подумаю, вы что делаете, для чего вы пиво наполняете? Откевали для папы. Какие практичные у нас речи это. Самые добрые воспоминания у нас об Азербайджане. И это, да, мы были в музее вот это, Беля-Сувари. Вот что удивительно, в Азербайджане, где раньше я бывал, в Шеке, Баку, всегда же стараешься, Шеке, вот Ханский дворец мы были, всегда стараемся музей, музей посмотреть. И в музеях там, естественно, орнаменты. А вот Беля-Сувари, единственное, я заметил, чувашские орнаменты, вот эти, вот эти наши квадратные, вот эти, типа свастики, да, или как их, может, не то слово подобрал, но вы поняли меня, да, и где их нет, особенно татарские и азербайджанские орнаменты, они, как бы, рассеяные, деревья, известно, круглые, красивые, плавные линии, такие, нет таких, как бы, чуваши. И тогда я тоже у меня уверенность, я смотрел, то, что Марийский орнамент, Удмуртский орнамент, некоторые финны угорских народов, очень похожи на чувашские, я думал, может, мы от них взяли, вот этот орнамент, но если мы чуваши от них взяли, то вряд ли там, Беля-Сувари, как говорится, могли взять вот Марийца. Значит, это у нас испокон вверху, скорее всего, единственная схожесть орнаментов чуваш, марийцев и других народов, они, наверное, это наследие вошки Болгарии. Это моя версия. Вот это явление. Ну, что могу сказать? Нас просили почаще приезжать, конечно, но, к сожалению, правда, не знаю, столб стоит, не стоит, это мой друг, как говорится, поставил, потом головато пришел, уж не знаю, как бы на это дело посмотрел. Но, по-любому, вот такое количество людей, да, из чувашии, 45-47 человек, и вот такая культурная программа совместная, значит, там у нас были и наушно-аппаратистские конференции, нас приглашали, там у нас были концерты, вечера дружбы, мы совершили чук, баран, резали, помянули наших предков, вот такого мероприятия, наверное, долгой историей между дружбой, да, между чувашскими и азербайджанскими народами, наверное, вот это мероприятие является одним из таких, значимых, скорее всего, такого количества людей, и такого, таких событий, сконцентрированные где-то вот короткое время, наверное, больше и не сыскать, наверное, да, спасибо, вот я уже от лица Азизу благодарю, и другие представители азербайджанского народа, мы помним наши корни, мы знаем, что азербайджанцы, татары, мы все тюрские народы, и мы вместе, как бы, со всеми народами надо дружить, не надо, всегда искать надо союзников, друзей, все народы, все простые люди одинаковые, все хотят счастья семье, детям, соседям, и в этом отношении, на самом деле, опыт совместного проживания народов по Волжи, да, и Уралу, вот, татарами, да, живем уже сколько веков, рядом Марицы, Машхиры, чуть далеко, но это рядом, Эрзя, Мокша, русские, рядом, да, мы, как бы, разделены, и языковые, есть раздел, и в отношении религий, но по Волжи, уже мало кто помнит, и вообще историки не могут назвать, когда на основании вот этих факторов у нас были какие-то разногласия, или, не дай бог, какие-то ссоры, я уж не говорю о войнах, мы для всего человечества, мы даем опыт, вот, смотрите, как надо жить остальным народам, хотя и по языку, по религии мы как бы разделены, огромный опыт, нужный опыт, и это, конечно, благодаря народному, значит, обычаям всех народов, проживающих, мы не можем сказать, что это только благодаря, допустим, чувашскому народу, что это только благодаря татарскому народу, все мы одинаково, оказывается, все мы хотим жить дружно, в мире, согласен, и когда господь приходит, откуда мы заявились в Азербайджан, нас, как посланцев Аллаха, встречали, да, дай бог, чтобы нам, чувашам, тоже вот так же встретить азербайджарскую делегацию, если они приведут чуваши. спасибо. Благодарю вас, Алик Михайлович, мы продолжим. Следующий слайд, значит, можем заметить, что на территории Арана имелись топонимы Сабир. Сабир Абад, Хачмаз, Гала Сувар, топонимы с компонентом Сувар, в основном зафиксированы в Южном Азербайджане. Здесь же по Муганской равнине протекает река Балгар, что тоже очень интересно, берущая свое начало с Талышских гор и впадающая в озеро Махун-Чала в Биле в Суварском районе. В среднем течении река образует границу Азербайджана с Ираном, то есть она впадает с государства Азербайджана в государство Ирана. Что говорит о том, что было переселение. Кочевия. В верхней течении реки получило название Балгарчане. Энциклопедические слова топонимики Азербайджан утверждают, что топоним Балгар происходит от названия тюркоязычного булгарского племени. Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что этнотопоним Суварь и Балгар сообщают об именных племенах, живущих здесь с древних времен, живших древние времена. Также стоит добавить, что на территории Азербайджана Чувашское село Чуваш в административно-территориальной единице Сиаку Астаринского района. Оно расположено в Лянкенской низменности. Это этнотопоним. Убедительным доказательством взаимодействия культур Чувашского и Азербайджанского народов является и религия. Религиозные верования древних Чувашек и древних тюрок строились на культе неба Тенгри Тенгри Хана. Его почитали как спасителя богов, дарователя жизни и всех благ. Культ Тенгри Хана был связан с почитанием священных дубовых рощ, где как старейшину обособляли самый большой дуб и располагали около него капища сытовыми. И не зря у Чуваши нынешнее время это Юмар тот же самый дуб. Вместе с тем на формировании древней религии Чувашей оказался зороастризм. Некое влияние, я бы сказал. Это, на наш взгляд, могло произойти и на территории современного Азербайджана, которая была одним из центров зороастризма. Подтверждением сказано могут быть и названия Муганской равнины, на которой жили сувары, означающие огнепоклонники, а также современные государства и старик архитектурные заповедники храма, огнепоклонников Атежьях. Возникновение храма Атежьях относится ко второму и третьему векам, когда распространениями в регионе стали посеместно производиться зороастризм. храма Атежьях. Это хорошо прослеживается и в параллелях терминологии. Пигамбар – пророк покровитель домашних и диких животных зверей. У чувашей перегамбар у персов перешти покровитель домочадцев перешти. Следующий у нас этап относится к нашему великому тергологу Коварашмарину, который внес свой вклад в развитие чувашского языка создавшего как мы знаем семнадцатом русско-чувашские слова. На мой взгляд являющийся одной из величайших работ и вкладов в чувашский народ. И что я хочу рассказать. История распределилась так, что в восьмом веке племена суварских болгарских племен, обитавшие на территории современного Азербайджана, оказались на Средней Волге. В результате этнической консолидации суваро-болгарских племен и частичной ассимиляции восточно-финских племен происходит формирование чувашского народа, ставшего чувашской нацией. Отношения и связи азербайджанских и чувашских тюрков не завершаются античным периодом, но и она имеет место быть и по сей день и развивается практически во всех сферах. Ярким подтверждением тому является деятельность уроженца Чувашии, выдающегося тюрколога, чувашеведа, лингвиста, этнографа, доктора тюркологии, профессора, основоположника современного чувашского языка, знания члена-корреспондента СССР Николай Ивановича Ашмарина. В 1923 году он был приглашен на Восточный факультет в открытый 1919 году Азербайджанский государственный университет в качестве заведующего кафедрой тюркологии. Фундаментальное исследование Ашмарина, представляющее большое научное значение обогатили азербайджанское языкознание, заложили основу азербайджанской диалогтологии, огромную роль ученого в развитии тюркологического языкознания. В 1926 году в Баку на Первом Всесоюзном тюркологическом съезде ученый выступил с фраг граммным докладом о тюркологии с именем Николая Ивановича Ашмарина связано составление первого словаря диалектов и говоров Азербайджана. В середине 20-х годов член-корреспондент АНССР Ашмарин, приглашенный в Азербайджанский и Государственный университет, а также в общественное изучение Азербайджана, составил программу и инструкцию по сбору материалов для словаря диалектов и говоров Азербайджана. По этой программе и инструкции до 1930-го года было собрано около 60 тысяч слов. На основе собранных материалов был изнас словарь Азербайджана Тюркских Говоров. Принимая во внимание большие заслуги Ашмарина в области туркологии, Совет Азербайджанского государственного университета в 1925-м году присвоил ему степень доктора туркологии без защиты диссертации. И в 1926-м году Николай Иванович Ашмарин в связи с переходом на работу военно-ссер уезжает из Баку. Такая вот история сложилась в государстве Азербайджана. Далее хотелось бы рассказать о поездке Михаила Николаевича Юхмы, который, к сожалению, сегодня не смог подойти по уважительным причинам. Его поездка состоялась в 2000- 2001 году. его тогда принял президент Азербайджана Герда Алиев. Как рассказал Михаил Акашовой, очень тепло, горячо. И вот неделю находясь там, в общем, Алиев проявил большой интерес к истории и культуре чувашского народа. Всецело стремился к расширению отношений между Азербайджаном и Чувашей и на постсоветском пространстве. Убедительное доказательство того, что он, несмотря на огромную занятность государственными делами, в июне 2000 года специально пригласил к себе на дичную встречу в Баку делегацию деятелей культуры и образования Чувашской республики. В ее состав вошли президенты Чувашского общественного культурного центра, представитель комиссии по всесечуварским национальным премием имени Яковлева, народный писатель и академик Миши Юхма, видный ученый и организатор высшего образования Чуваши, писатель, экс-мэр города Чуваксар Никитин и поэтесс и публицист заслуженный работник культуры Чуваши Розыше Влебе. Прием прошел в президентском дворце 17 июня 2000 года, что внесло свой вклад в историю и в укрепление дружбы Азербайджана и Чувашского народа. Далее хотел бы рассказать о великом поэте азербайджанского народа Низаны. Вечная поэзия великого азербайджанского поэта Низаны объединяет и сближает народы. Доказательный пример тому Низаны и народы Азербайджана Чуваши в городе Чапапсаре именем выдающегося поэта и мыслителя названных улицей Сквера. 24 февраля 2004 года в столице Чуваши открыт изготовленный в Баку памятник Низаны Гаенжеви. Автором замечательного памятника является народный скульптор Азербайджанской республики, ректор Азербайджанского государственного академии художеств Эльдаров 28 апреля 2010 года в центре Чувашская книга Национальной библиотеки Чувашской республики состоялась презентация книги избранных произведений азербайджанского поэта Низаны переведенной на Чувашский язык монарис шепчет пар дай надежду ты мне составитель и переводчик бессмертных творений поэта народный писатель Чувашской республики председатель правления союза писателей Чувашской республики общественный деятель Михаил Николаевич Юхма Юхма Миши также есть источники которые упоминают город как Пелесувар в 8 веке согласно которым топоним происходит основы Сувар древне-тюрское объединение и персидского Пелья выгоревшая степь означает степь Сувар Эта же версия подтверждается и древним источником где указывается размещение в 10 тысяч Сувар с осеницким шахом хасровым первым ануширваном в кура аракинской низменности существует еще одна близкая к последней версии которая объединяет топоним с названием двух племен Беляры и Сувары боровшихся между собой в этих местах когда-то в древние века на территории Беляя Сувара жили Сувары предки современных чулашей которые входили в хазарские гаганаты это было полкочевое общество которое занималось земледелием охотой и рыболовством об истории своего народа до сих пор помнят и передают из поколения в поколение жителей Российской Чуварской республики 10-11 июля 2015 года Беляя Суварский район посетили 30 членов Чуварского союза молодежи Сувар о котором нам рассказал Олег Михайлович Топенков больше было 45 полный автобус 45 и там мы не дерево посадили а столб тут неправильно как вы уже рассказали вы с огромным интересом ознакомились с Пеляя Суварским районом городом далее я хотел бы передать слово Аризу который продолжит нашу презентацию благодарю мы показали связи Чуваши и Аброчанской тюркам то есть не только античность и соргуменность но также показали связи с другими тюрскими народами сейчас мы хотим показать связи Чувашского народа призму среди тюрских народов как Чуваши контактировали с другими такими временными народами как Шумеры Этрусские а даже Мадяры предки современных венгров то есть мы покажем этим богатство истории Чувашского народа который является потомками древних булгаров и в первую очередь я хотел бы затронуть одного известного профессора профессора Хаммера первый раз в 1915 году и во второй раз в 1926 году он выдвинул такой мысль что шумерский язык является формообразующим то есть агрютинативным языком и все тюрские языки также финский еще венгерский язык являются агрютинативными то есть самообразующими то есть окончание прикрепляется к конце чтобы ясно было и он сравнил 350 слов из шумерского и тюркских языков и даже отобрал ряд слов из дивана Махмуда Кашкади а Махмуд Кашкади это известный тюркский ученый который составил тюркский словарь и использовал их в своих исследованиях и показал что имеется много доказательств с помощью лингвистики то есть слов о том что тюрки 5000 лет назад до нашей эры пришли в Белую Азию со своей родиной и хотя даже русский ученый редис немного осторожничает но он говорит что если сравнить шумерский язык с тюркским то можно заметить в них какую-то связь то что они являются агрюмнативными и также один из таких немецких авторитетных ученых например могу привести Куга Винклеш один из основных авторов 10-тонной истории человечества писал о шумерском языке и его произвести к тюркскому языку несмотря на дошедшее до нас большое количество текстов мы до сих пор не можем понять многих особенностей шумерского языка однако у нас достаточно знаний чтобы составить шокер представление об общем характере шумерского языка который является дальнейшим культурным языком мира этот язык был агрюмнативным языком в силу своих важных особенностей строения схожих с тюркскими языками и его структура совершенно отлична от структуры семейских языков а это сравненно иврит и арабский язык если что и проведенное исследование показывает что между фонетикой шумерского и тюркск языков есть свойства и такими предпосылствами могут служить агрюмнативность которую я до этого сказал и то что в обоих языках совоизменяющая и совообразующая форма прикрепляется только к источным корням слов то есть это главная грамматическая особенность этих языков и чтобы это доказать надо привести конечно примеры просто скотер невозможно такие вещи доказать и поэтому я исследовал и сравнительное исследование такого лексического фонда шумерских и тюркских языков привел хорошим результатом в настоящее время многими учеными доказано что есть тысячи похожих то есть идентичных и близких слов в шумерских и тюркских языках а когда я говорю тюркские языки это не один язык а это языки то есть народов тюркской рации это чуварский язык якузский сарский азербайджанский турецкий то есть чтобы вы не понимали как один язык и в основном общим является названием числе тела термин родства и числа сейчас я приведу пример например а на шумерском означает эль который есть на азербайджанском ау рука в чуварском языке есть слово ау то есть это означает рука ладонь и торжество шумерского чуварского языка уже очевидно этим примером то есть шумерский даже обычные звуки например а что-то имели много значений это тоже надо учитывать так же я хочу затронуть очень важный момент следующий слайд там где портрет не не месопотами месопотами Из-за развития языков мы отдалились от первоначальной формы. И что я этим хочу сказать? На шумерском языке есть Нинне. Это другое имя шумерской богини Рви Инанны. Или Ирнинне. То есть, в любом случае, заметно, что название присутствует Мархэма Нинне. И мы знаем, что Инанна был опекном и от детей. Также колыбельные песни, которые поют на турецком языке, называются Нинне. Слово колыбель также называют Нинне. Турецкие тюрки называют колыбельные Нинне, а чувашшие Нинне. То есть, на чувашском языке есть слово Нинне, которое происходит от шумерского. То есть, это доказывает их глубинные связи вузы. Также я могу привести другие примеры. Например, на чувашском языке есть слово САР, что означает ПИСАТЬ. Шумеры назвали ПИСАТЕДУПСАРом, и это надо учитывать. И чувашском языке слово ПИСАТЬ говорится вот таким образом. СИР. То есть, САР, СИР. Уже параллель очевидно. А на Азбачанском это будет ЯЗАР. То есть, так имеют связи с шумерами. Еще раз доказывает. И сейчас перехожу в слайд, связанный с этрусками. Надо начать с того, что этруски являются неизученным народом. То есть, сведения источников насчет этого народа не особо обильны. Чтобы утверждать, что они имеют какое-то европейское, или тюркское, или другое просверждение с этого начало. Ну, благодаря моим исследованиям в сфере олимпистики я обнаружил много сходств. Ну, я начну с того, что у тюрков и европейского плабинта надо писать справа налево. Обозначаются буквами не только согласные. И, в основном, их такая особенность является препятствием для изучения. Например, татарский дипломат Аделя Айда, которая была дипломатом в Стамбуле, в Турции, составила таблицу общих этрусских и тюркских слов. Она состоит из 40 слов, 15 из которых выражают религиозные понятия. Но эти слова позднее вошли в латинский язык, ибо ремляне многое заимствовали от этрусского народа. Всю культуру, можно сказать. И остальные 22 слов применялись только на этруском и тюркских языках. Ну, я могу привести такие примеры. Например, агур, огур, угурши части. То есть, в современном азлоджанском языке, этруском языке эти слова уже есть, идентичные, схожие. Также я могу привести Балты, поиск держатель Сабли, означает в тюркских языках, и Ата. На чувашском языке Ата это означает Великий Отец, на чувашском это Аты. И что это доказывает? Это доказывает о том, что этруски тоже, по повсеждению, были тюрками, просто кочевниками, которые перебрались в Италию и там обосновались. Потому что у них тоже есть руническое письмо, которое схоже с руническим письмом древних тюркских народов, архуны-генесецким, то есть письменностью. Который еще называется Гехтюрский Аты. И, наконец, надо переходить в весьма очень интересные связи чуваши с веками, потомками древних куннов. Между чувашскими и венгерскими народами имеются непосредственно связи, и они установились официально в 1969 году в паре в СССР. И, в основном, чуваши-венгерские отношения имели давнюю историю. Когда-то предки векров, мадяры, жили на территории Западной Сибири, Дуная, а также по Волжье. И это соседство между венгерскими и чувашскими народами осталось в их языке, то есть есть родственные слова и чувашском, и венгерском языке, которые в наш период современности сохраняются и используются. Обнаружение древних чувашских слов в венгерском языке в родственных мелодиях и музыке двух народов в свое время значительно повысило интерес венгерских ученых к исследованию истории чувашской языка. Следующий слайд, пожалуйста. И в 1843-1945 годах этнограф, лингвист, один из основоположников венгерского финного управления Антал Регули посетил и Чебоксарский, Козьма-Демянский и Ядрийские уезды. Собрал обширные материалы по чувашскому языку, истории и этнографии. И он составил первый чувашско-венгерский словарь. То есть венгерские ученые, не только венгерские, турецкие, венгерские, финские. Ученые до сих пор интересуются культурой чувашьих, изучают чувашские языки. И на столе собранного материала ясковед Йозеф Бутенс в 1862-1863 годах написал исследования по чувашскому языку, который представляет собой курс грамматики чувашского языка. А в 1940 году венгерский композитор Золтан Кота издал подопечный сборник чувашских песен, которым пользовались учащицы венгерских школ. Это о чем говорит? Это говорит о том, что венгеры изучают, развивают свою культуру посредством чувашского языка, чувашской культуры. То есть это говорит о значимости, о богатстве, глубинности чувашского языка, истории, культуры. Следующий слайд, пожалуйста. И как чувашская культура помогает развивать культуру венгеров? Это один из важнейших вопросов сегодняшней темы. Вот в сентябре 1998 года проходила фарклорная экспедиция. Из венгрии прибыли экспедиция, которая исследовала чувашские песни, музыки. И среди них был лингвист Клара Адигаши и музыкопед Адар Шперес. И в основном ее венгрии называют «Наша чувашка», даже такой есть. В основном она составила 64 песни верховных чуваший, то есть не перевела на венгерский язык, не теряя смысл. И сейчас на данный момент во многих венгерских вузах преподают чувашский язык, чувашские песни. То есть это вселенаправленно изучается на государственном уровне. И следующий слайд, пожалуйста. И также хочется сказать, почти из 800 тюркских заимствований в венгерском языке, венгерский ученый Гомбас Золтан выделяет 227 слов, которые идентичны старо-чувашским словам. И на этой основе он заключает, что венгеры с чувашами никогда не общались, а более 100 лет находились в соприкосновении с булгарами, то есть предками современных чуваши. И в основном такие слова попали в венгерский язык в результате контакта с волженскими булгарами, которые близки современному чувашскому народу. И сейчас хочу представить видео, там, где мы тщательно показываем на практике, что современный период между венграми и чувашами есть узы, то есть какая-то идентичность. Есть соба, которые сохранились и венгерском, и чувашском языке на данный момент. Который проживает в Венгрии, в городе Будапешт, и он согласился с нами сотрудничать, так скажем, проговорив похожие, одинаковые, я бы сказал, слова с чувашским языком. И мы записали видео для сравнения. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Т.е. можешь запустить слайд, в котором можно прочистить эти слова. Как сказала Ариса, что венгры и чувашане жили бок о бок, и на протяжении столетий оригинал чувашского языка изменился. И я, читая, изучая венгерские слова, пришёл к такому выводу, что на тот момент, когда они жили друг с другом, чувашский язык был немного похож на тот диалект, о котором говорят венгрии, несмотря на то, что венгрии тоже были подвижены влиянию европейских народов. Если мы говорим «егриш», близнецы, «егриш», то они говорят «игер». Сравнивая 800 слов, не можешь не заметить то, что люди, которые разговаривают с одними и те же словами, используя одни и те же слова, разговаривают практически на одни и те же языках, могли быть чужими друг к другу. Так же, как и мы, допустим, с венограми, в которых проживаем многие столетия. Видео могло быть немного искажено. Я сейчас постараюсь озвучить венгельский язык в сравнении с чувашским. «Пушат» на юнгерском будет «бачат», «пр» — это у нас лёд, «бар», «чайель», «чельель», «шущ», «чузи». Если мы ещё, к примеру, говорим, «вода» — это «ших», то, к примеру, в копчакских языках — «сул», «сул» — «вода». И можем привести как раз-таки сравнение. «Ага» — «эгэ» — «кикин», «кюкин», «шум» — «гюн», «хомла» — «комлу», «лат» — «лог», «леби» — «лепки». «Шобор» — «сэбер» — «шепре» — «сэрпыр» — «шэр» — «сэр» — «тына» — «тыно». Вот таким образом мы прослеживаем то, что влияние других народов, влияние нашего народа на остальные народы говорит о том, что когда-то мы были дружественными либо братскими народами. И сегодня мы хотели бы, чтобы наши народы учитывали вот это вот и не забывали о том, что все мы — люди одной планеты. Сейчас я хотел бы представить вам нашего замечательного поэта, который исполнит песню о наших предках на чувашском языке. его зовут Ири Кильдиш, это Валерий Краснов. Давайте его поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЗВИТМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует. Наши истории очень богатые, древние. Я хочу туда при помощи поэзии, музыки зайти, посмотреть и людям показать это. Как я представляю, как я ощущаю. Ходил на раскопки, ходил по этим местам, в городище Булгарский ходил. И картины стараюсь тоже такие же писать про свой народ, про историю. Молодежь сегодня интересуется историей, очень все хочет знать, потому что корни – это наше будущее. Корни – это наше прошлое, а без прошлого нет, бывает будущего. Язык – это то же самое. Основа всех основ. Язык, культура, которая объединяет народ как одно целое. Язык – это наше будущее. Язык – это наше будущее. Язык – это наше будущее. Спасибо вам. Язык – это наше будущее. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Беля-Сувар является дедом DimaTorzok 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 И Азиз поможет, да, и международной объединительской молодежи. И надо еще сказать, что мы уже вышли из молодежного возраста, к сожалению, и не можем весь находиться... Вы это выручили, я не выручил. Тут-то я тоже геншлейка, а что? И поэтому люди, которые работали в рамках международной объединительской молодежи, мы все заражены любовью друг к другу. Мы не можем жить друг без друга. Мой друг Гагаус Олег, где он живет, я все знаю про него. Он ко мне звонит с турками, киргизами. И вот для того, чтобы не распались наши связи, мы, люди, которые вышли по возрасту, мы организовали конгрессы тюркских народов. И вот уже и в рамках конгресса тюркских народов мы сотрудничаем друг к другу, уважаем, любим и мечтаем о встрече. Я думаю, что наши предки или осувари, мы их накормили, да, и стол поставили, они нас ждут. И наш долг, конечно, сыновей, я считаю, мы должны не только на словах, на словах легко говорить. Вот попробуй один раз совершить тюрк-жюрем. Сезди, преодолей все, вложи туда деньги, надо еще вложить, потому что мы столб, авторист арендуем, мы ни копейки. И даже, я не ищу спонсоров и даже у Министерства культуры, потому что если понадеяться на спонсоров или на Министерство, это значит провалить. Сто процентно. Мы собираемся, скидываемся и едем. Вот поэтому нужна сила воли, в первую очередь. Здравствуйте, мне очень приятно вас все видеть. Честно говоря, сначально, вот ребята, два раза было у меня, значит, у меня было сомнение какое-то, потому что сегодня обещали тридцать подъедем, если будем. Но я теперь извиняюсь, молодцы, очень содержательные, очень прекрасные наши мероприятия, к сожалению, я знаю, вот мало. Что касается тот вопрос, чтобы еще раз съездить, все документы у меня находятся. Этот вопрос в правительство Человек-Распорта. Значит, даже со всеми справлениями, которые отсюда через МИД, это три года я занимался, не только культурный, а там торговый экономический, культурный и так далее, и так далее. И азербайджанское правительство со своими замечаниями отправил обратно через МИД, чтобы наши еще размотрели вот этот вопрос. Ну, там, вы знаете, была перемена власти и так далее, и так далее, немножко она растерялась. Я думаю, что вот этим надо заниматься. Но что касается, от того, что я думаю, что самый не тяжелый вопрос, как раз обратимый, значит, в городе Чебоксара, в Белосиладе, думаю, что и проблем не может быть. Значит, чтобы вы знали, значит, мы тоже обсуждали этот вопрос, азербайджанское государственное университет, ну, с чем я на Батинском государстве, я выпускник этого университета. Значит, мы обсуждали, во-первых, память Нитовский, значит, для Шмарина университета, все-таки он был, значит, первым за капитой туркологии, значит, в Азербайджанское государственное университет от 23-го года до 29-го года. Потом, знаете, доехал в Казань и до конца своей жизни работал там. Кстати, значит, он родился в Чувашии, в Украине, значит, в Чувашской земле, но национально-ресенбургский турколог. Знаете, как? Объявление прекрасно. Знаете, я, вот здесь вопросы говорили, сколько, значит, туркологов живет, вообще-то это, я всегда, в ней есть одно слово. По математике с вами могу поспорить. И правильно сделаешь. По физике можно спорить, а по истории спорить невозможно, потому что каждый пишет, как не будет. Никогда не спорьте. Под себя подделываешь историю. Если читать, значит, по вашим словам, что-то 256, сказали, да? 250 миллионов. А? 250 миллионов. А, 250 миллионов. Сегодня в Иране проживает, ну, от 30 до 35 миллионов. Это, по-своему, это азербайджанцы. В Азербайджане 10 миллионов. Ну, миллионов два России. Вот все. То есть, считают, ну, давайте возьмем где-то 65, даже 60 миллионов. В Турции 80 миллионов. Вот посчитают, а она точно за 300 уйдет. Ну, это не вопрос. Но я хочу сказать одно. Вот азербайджанцы живут в Иране. Поверьте мне. Только в последнее время начали изучать и то, до 4-го, 5-го класса азербайджанские язвы. А мы Россию живем. В Чувашем, Автоном, пожалуйста. Значит, можно вот сегодня собрались, мы изучаем истории благодаря вас. Я вам, опять же, не смотрю, что я скажу вас. Я очень низкий поклон, значит, за это. Вы можете спокойно это и сделать. Татары, можете, свои истории, язык, ну, все народы. Точнее, я скажу, значит, чтобы не обидно было сегодня, если и в правительстве вас, в Советском Союзе это еще легче было. Я вам честно говорю. Можно было бы, хочу Чувашки язвы, в школы Чувашки газы. В Азербайджане, значит, вот тоже в Азербайджанском государственном университете, значит, я заканчивал механико-материатические факультеты. У нас 200 человек в Хурске это азербайджанский сектор, 75 это русский сектор. И она сегодня продолжается. Сейчас русский будут, даже позже. Более, скажем, сегодня, значит, все, я даже с одним ругался и слушаю. Вы сами не знаете русский язык, детей даете в русскую школу. Сел. Этот ребенок придет домой, будет говорить на азербайджанском языке, пойдет в школу, ни русской языки не будет. Я всегда говорю, я пока приехал в Россию в 1984 году, я прекрасно владел на азербайджанском языке. Сейчас я не знаю ни азербайджанский, ни русский. Ну, я долго не хочу, значит, ваше время от меня. Еще раз спасибо, ребята. И благодарю вас всех, что, значит, свое время потратили. Но зато что-то мы разумеем. Да, молодцы. Что-то мы узнаем. И я вам обещаю, что вот эта поездка у нас состоится. Не только там 45 собрались поездки, и со всеми правительствами подпишем договор, соглашение. Оно и есть, проект готово в Азербайджане. По-моему, это была третья съесть азербайджанской диаспоры, значит, мира, да, в Баку. Помню слова президента Азербайджана Алиева, который сказал, мы сотрудничаем и стараемся прямо, чтобы у нас соглашение было в России, ну, основное, в России работают наши, конечно, и те, как и наши соседи, так и страны, Чечня и так далее, и так далее. Дальше, говорит, у нас Татарстан, Чувашия, Башкирия. Этого забывать нельзя. Вот это его слова, я вам говорю. То есть это все остальное остается, как мы будем строить свои вот эти проблемы. Спасибо большое. И мы подходим уже к завершению, я хочу уже последний слов сказать, на этот момент. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем еще проводить такие мероприятия, не только Чувашии, и в Азербайджане тоже, собирая Чувашии. То есть совместно будем организовать путешествия друг к другу, узнавать свою культуру, там, корни. То есть это очень важно. И целью этого мероприятия было то, что Чувашская культура, она реально огромная, интересная. Надо изучать свою историю, чтобы сохранить свой язык, национальную культуру. Ну, можем мы сказать, например, я скажу, я русский, я сказываюсь от азербайджанского языка, то есть от своей национальности, я уже не азербайджанец. Я могу полностью стать как бы русским, но моя психология, генетика останется каким-либо азербайджанским. Этого невозможно менять, это уже судьба. Ты родился на мир Чувашии, и ты должен остаться Чувашии. А если ты хочешь подражать другой нации, это уже как-то не получается. Это как получается какой-то инвалид, мутация какая-то. То есть каждая нация имеет свою значимость в этом мире. И надо стараться изучать свою историю, чтобы сохранить свою культуру, язык. И в основном существование государства не влияет на развитие культуры. То есть культура не имеет границы. Это зависит от самого общества, в первую очередь от ячейки общества, семьи. Если в семье разговаривают на Чувашском языке, перевешены к чувашской культуре, тогда в этой семье ребенок растет патриотом. То есть она стареста не в плохом значении, а в хорошем. То есть он любит свою культуру, язык, историю, уважает и учит следующему поколению быть таким именно. То есть передает чувашское, булгарское наследие другому поколению, новому поколению. И основная серия, как я сказал, была преподнести с точки истории, языка, связи между разными народами, ценность, значимость чувашской культуры. И я сам даже увлекся чувашским языком. Активно изучал, просто из-за каких-то проблем я не смог изучать. Но я продолжил изучать. То есть мне чувашский язык интересен. И я хотел бы, что, когда я в будущем еще раз посетил Чуваши, Чуваши общались, не важно, в стиле или городе, общались на своем чувашском языке. Чтобы не было ни с кем общаться на чувашском языке. И просто я знал этот язык. Она как бы развивалась еще дальше. То есть у чувашских, у которых есть будущее, просто это зависит от вас всех. Здесь присутствующих и тех, кто вообще здесь нет. Хочу передать слово нашей всеуважаемой поэтессе Альбине Юраду. Она нам расскажет о турецко-чувашских связях. Здесь словно. АПЛОДИСМЕНТЫ Для меня отношения между народами очень важны. Потому что именно через отношения мы познаем друг друга. Мы учимся любить друг друга. И мы против войны. Потому что как можно на друга пойти, с войной его убить. В связи с Азербайджаном у меня начались очень давно, еще в несколько годов. Моя сестра Раиса Сарби, наверное, многие знают, народный поэт Чуваши. Она дружила с Абиром Руссахаглы. И он приезжал сюда. Я с ним тогда познакомилась. Это великий человек. И он много раз приглашал в Азербайджан, Баку. И вот я по приглашению Сарби многократно была в Азербайджане. Потом так получилось, что я поехала учиться в Москву. И на хабутите в журналистике подружилась с азербайджанцами. С одним из них мы до сих пор дружим. Бахатыр. Он оказался из деревни, которая находится на горе. И потом неоднократно он меня приглашал себе туда в гости. Я ездила. Это гостеприимство незабываемо. Потому что когда приезжают гости из далекой Чувашии, они как бы собираются, все родственники, готовят такой стол, который ломится всякими разными едой, скажем, богатствами. Именно азербайджанскими. Это именно фрукты, это овощи, это мясные блюда. Это невозможно описать словами. Потому что получается, что одни родственники приглашают к другим родственникам. И в течение дня там где-то посещаешь 5, 10, 15 семей. И там уже и забываешь о том, что можно кушать. Потому что нереально есть. И в это время они показывают свои уважительные отношения именно тем гостям, которые сидят за их столом. Меня еще очень удивило тогда то, что женщины относятся очень бережно к своим мужьям. За столом женщины сидят. Женщина, гость может сидеть за столом с их мужьями, с их родственниками, мужчинами. Они как бы находятся рядом, но в то же время они подают на стол, они здороваются, они относятся к тебе как к сестре. Но вот какое-то такое отношение... Сначала меня это обидело, а потом я подумала, наверное, раз такие традиции, это у них так принято, это нормально, и надо это воспринимать так, как должно быть. Я неоднократно была в Баку, очень во многих местах побывала. И этот город, этот изумительный, красивый город. Именно благодаря моей дочери, Ольге, которая посетила художественную лабораторию, организованную Турксоем, Турции, я познакомилась с талантливым художником, с Лугаром Мурадовым. Удивительный художник, удивительные его рисунки, картины. Его картины покупаются во всем мире за баснословные цены. Один какой-то японский коллекционер купил его одну картину за 50 тысяч долларов. И он объездил весь мир со своими картинами, со своей выставкой. И именно благодаря ему я посетила несколько выставок, побывала в музеях, и увидела, как там тоже бережно относятся к своей культуре, к своему языку и, опять же, к гостям. Нас встречали, как будто знают сто лет. И обнимались, и целовались, и еще, еще много раз приглашали, одаривали подарками. А потом получилось так, что я впервые вместе с сестрой поехала в 1999 году в Турцию, в Стамбул, на курл тайцинкоязычных женщин. Туда приехали по приглашению Турана Язгана столько много женщин из всех тюркских государств и республик. И нам показывали тогда, значит, Стамбул, показывали все красивые места, где только мы не побывали. И вот это общение, когда мы ехали в автобусе, тюркоязычные вот эти женщины, мы же не так хорошо знали туристский язык, именно турчанки, они старались нас познакомить с первыми вот этими тюркскими словами. Одних я услышала такие слова, как Салам, Баш, Гёс, Тудак, Пармак, Энзе, Аяк. И они эти слова так похожи на чувашские, я автоматически их запоминала. И уже потом, когда я второй раз уже по приглашению моего друга Бюллента Байрама, который писал диссертацию о чувашском Улупе, поехала в город Измир на целых два месяца и помогала ему как бы с чувашского на турецкий переводить вот именно вот этот эпос. Я в течение двух месяцев оказалась в таком вакууме, кроме Бюллента Байрама, никто не знает чувашский язык. Остальные все говорят по-турецки. И надо ходить на рынок, надо ходить в магазины, надо ходить на встречи. И так получается, что ты как бы уханимая, ничего не понимаешь. И я усиленно начала изучать турецкий язык. И изучая турецкий язык, я вдруг расширила свой кругозор. Я узнала столько много интересного о турецком мире, о тюркском мире вернее. И у Бюллента столько много друзей в этом тюркском мире. Он и с казахами общается, он и общается с хакасами, шорцами, телиутами, македонцами, которые принадлежат туркоязычному миру. Он общается с башкирами, он общается с татарами. И постоянно к нему приезжают гости, звонят. И вот в течение двух месяцев я начала изучать турецкий язык благодаря ему и грамматике. Я сначала выучила все местоимения, глаголы, выучила все суффиксы, слова, которые имеют отношение к чувашскому языку. И вдруг я поняла, что в турецком языке около 500, даже может быть, больше слов, которые очень схожи по смысловой нагрузке и даже, скажем, позвучали с чувашскими словами. И мне язык дался легко. В Бюленту тогда приехали из Стамбула друзья, которые тоже имели отношение к ученому миру. Они защищали диссертацию. И они сначала приехали, когда я не знала турецкий язык, они приехали через два месяца. И когда я уже начала с ними свободно говорить по-турецки, они были шокированы, что в течение двух месяцев я как бы более-менее сносно начала говорить по-турецки. И им говорила. Селам, наслся, нямень, сын, япертсу, ням, урсу, ням, урсу, ням, урсу, ням, урсу, няма, урсу, ням, урсу. И вот таким образом я приняла этот язык, он стал для меня как родным. И уже потом, начиная с 2004 года, я в течение 15 лет ездила на разные фестивали, которые очень разнообразны, и куда постоянно съезжаются все представители тюркского мира, куда приезжают на эти фестивали именно тюрки, живущие в России, живущие в Европе, живущие в Ираке, в Иране, в Афганистане, даже в Америке. Я там впервые узнала, что, оказывается, есть индейцы тюркского происхождения. Потом, когда я начала общаться, выяснилось, что многие после распада Хунской империи, именно через Японию, сначала в Японии они побывали, потом через Аляску, они ушли туда, в Америку, и там они, в принципе, не забыли традиции. И еще больше меня удивило то, когда они вышли на сцену со своей группой и начали танцевать, они плясали, как чуваши, стали круг под музыку, добро-добро-добро-добро, вот шли и танцевали. Я, конечно же, с ними совсем не сфотографировалась. И вот эта память, как бы, у меня вот в сердце. Потом так получилось, что я подружилась, очень так тесно подружилась, Юрий Васильевич Васильев, должен руководить в госансамбле, он меня попросил, чтобы я их повезла на какой-нибудь фестиваль. Мы поехали на фестиваль Карагёст, Карагёст-Хурагущ, «Черные глаза». Из 50 стран мира приехали и тюркоязычные ансамбли, и просто ансамбли разных народов. И там я опять увидела, насколько относятся бережно к чувашам. Вот, представляете, чуваши вообще не выделяли среди других народов, потому что, среди своих народов, почему, потому что чуваши для них были как родственники. И вот эти поездки, эти фестивали, все вот эти, в разных городах Турции, почти всю Турцию я объездила с ансамблем «Каззал», с ансамблем «Кетне», значит, с госансамблем, ансамблем «Илимби», с сестрами Малиными, там еще очень многими другими артистами чувашьей эстрады, и всегда к нам относились как к самым близким. Конечно, может быть, даже немножко было обидно за татар, потому что они всегда говорили, что чуваши нам ближе, чем татары, хотя язык вроде бы татарский ближе к турецкому. Просто они говорили, что именно чуваши очень джанлы, очень чувственный, очень душевный народ. Именно нас любили за то, что мы были открыты, мы без стеснения общались, обнимались, целовались, мы рассказывали о себе, о своей культуре, мы рассказывали вообще о чувашах, какие они есть. И нас всегда как бы выделяли и к нам относились очень так любезно. В общем, я хочу, подытоживая, сказать, что вот эти поездки, вот эта дружба для меня, она всегда очень знаменительна, знаменательна. И до сих пор я общаюсь со всеми теми, с которыми познакомилась, переписываемся по интернету, опять приглашают гостей. Просто так получается, что это и пандемия немножко нашей связи отдалила. Но опять в будущем есть желание знакомить чувашей и не только с турецким миром, с чурским миром, со всеми, кто приезжает на эти фестивали. Так что мы для вас не чужие, мы для вас близкие, родственники. И мы хотим общаться, дружить и через эту дружбу строить нашу совместную культуру. Я бы так сказала. Благодаря Альбине Юраду я познакомился буквально три дня назад с Билли Бэром. Мы по видеосвязи поговорили с ним на чувашском языке. И меня удивило, что турок разговаривает на чувашском языке без использования русских слов. Что для нас, наверное, как-то уже необычно. Он говорит на чистом чувашском. И он говорит практически еще и грамотно. Не просто чисто, а еще и грамотно. Я человек, который стараюсь не использовать русские слова, был очень сильно удивлен. К сожалению, видео у нас не сохранилось из-за звука. Мы хотели тоже его показать. Но у нас с Билли Бэромом мы обсудили то, что обязательно мы увидимся. И он передаст мне книгу «Турецко-чувашские слова». Эпоса «Улыбе». И как раз таки будем изучать турецкий через чувашский язык. В заключение хотел бы вас пригласить на совместную фотографию. Очень сильно благодарен за то, что сегодня вы поддержали нас, были вместе с нами. Надеюсь, у нас в дальнейшем сложится и поездка, и совместные праздники. И в Чувашии, и в Азербайджане, и в Турции. В общем, не важно где, главное, чтобы мы были в дружеских отношениях. Спасибо большое. Ага с тебе, Денис, тебе. Мы прощаем, может быть, было как-то все не очень гладко, может быть, были какие-то такие вещи не очень. Но знаете, это все не имеет значения, потому что это было исследование двух молодых, горячих людей, которые от всего чистого сердца, со всеми своими чистыми помыслами, хотят, чтобы наши народы сохранялись, чтобы они дружили. И вот когда, и плюс еще это то, что это не академические ученые, это люди с чистой душой, с чистым сердцем, которые от всей души хотят развить и нашим народом. Вот я вам очень большое спасибо хочу сказать. И когда есть такие молодые люди, я точно знаю наше будущее в надежных руках. Дальнейшие вам дружбы, а мы поможем, чем можем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова